Разговоров много. Я видел у тебя пост в Телеграме о том, что ты, ссылаясь на западные СМИ, пишешь о том, что появилась информация, по-моему, в Блумберге, боюсь соврать, надо посмотреть, что Украина в связи с этим сливом может, скажем так, корректировать связанные с контрнаступлением свои действия, то есть, возможно, это сроки, возможно, направления и так далее. Даже, может быть, из соображений перестраховки или еще чего-то. Ты действительно считаешь, что контрнаступление, во-первых, может зависеть от подобного рода сливов, а с другой стороны, могло ли посеять какое-то недоверие, какой-то, я не знаю, напряженный диалог между Киевом и Вашингтоном, вот эта ситуация, которая, в свою же очередь, могла не сами документы, а, слушайте, но мы не знаем, что еще слили, условно, а если там слили еще более топ-секрет, да, что мы там, ну и что. Считаешь ли ты, что это достоверные сведения относительно того, что Украина корректирует контрнаступл? Ну, смотри, как минимум, несколько из обнародованных документов можно утверждать, что являются подлинными, в речи, в частности, идет о документах, скорее всего, о готовности Сербии передавать украинеру, уже о том, что Египет планировал России передавать ракеты и планировал их производство в количестве 40 штук, а также проблемы, связанные с Южной Кореей, в частности, неготовность руководства Южной Кореи быстро поставлять украине вооружение, что вызвало напряжение в отношениях между Сеулом и Вашингтоном. Опять же, вот эти все опровержения, которые следуют, они, говорят, нам указывают прямо на то, что эта информация была правдивой. Что касается возможности отложить это самое наступление, о котором говорят, мне судить достаточно сложно, поскольку, в принципе, по большому счету, ты понимаешь, набор причин, которые, три причины ключевые, которые присутствуют в этом документе, они говорят, первое, погода, недостаток боеприпасов и третье, недостаток подготовленного личного состава. По большому счету, можно со всеми из ними сказать, да, это все так, и, в принципе, это не является секретным. То есть, можно взять какой угодно набор причин и обосновать им причину, зачем нужно отложить это самое наступление. Но, в любом случае, в любом случае, как бы то ни было, сам факт этого слива, серьезность которой к этому сливу отнеслись в американских спецслужбах и Пентагоне, а также информация, которую позднее озвучил, это уже не, скажем, не моя версия, не гипотеза, в ходе визита в США премьер-министр Денис Шмыгаль, о том, что наступление, возможно, будет перенесено на лето, нам косвенно, наставим слове, косвенно указывают на то, что это наступление действительно может корректироваться датой из-за этих самых сливов, поскольку какая-то часть документов точно не была опубликована, потому что они же вбрасываются в порционы, мы же не знаем, что находится в оставшемся пакете. Даже то, что там было, проблемы, связанные с анализом российских проблем военного командования и украинского, он достаточно чувствителен в любой связи. Был он откорректирован, количество потерь, опять же, которое указывается впервые, и речь идет о потерях не только российских, а украинских, это все достаточно чувствительная информация. Поэтому я вот так осторожно скажу, что вполне возможно, связь с этим фактором нам дает основание предположить, что этот слив мог повлиять на изменение сроков этого самого наступления. Да, вполне возможно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!